Ну, короче, суть. Знаю избу там дальше. Попробую сейчас до неё доехать её найти. Обалдеть! Просто очуметь! Я не смог проехать мимо, реально. Потом посмотрел и понял, что не снять тоже я не смогу, короче. Я надеюсь, фотоаппарат передаёт всё качество и вообще происходящее. Яма, во-первых. Глубочайшая яма, прозрачная, как слеза. Вода и тошна, да. Ледяная. Вот я всё пытаюсь там Хариуза увидеть или кого-нибудь. Ничего не могу увидеть. Ну, она слишком там бурлит, но наверняка там кто-то есть. Мужики. Приезжаю на избу. Вот мой шикарный след от новой резины. И вот она изба. Здесь я был два года назад. Изба. Охотничая шишкарная, наверное. Я не знаю точно. Подъезжаю, сидят два мужика. Ну, суть. Они тут куда-то попёрлись туда, в сторону Тоскыла. Чё-то там то ли плутанули, то ли что. В итоге там где-то заночевали. Пришли сюда только что. Говорят, еда кончилась, всё кончилось. Как быть? Типа Я им рожек. Вот их рожками угостил. Макаронами они похавали. О, они вещи. Вещи забыли. Носки забыли! Нет, нет, нет. Это не наши. Окей. Кричит, это не наши, говорит. Ну вот, в общем. Ну и вот, они собрались и ушли туда, куда их там где-то кто-то будет, вероятно, забирать. А я пошёл, а я бензопилу не взял. Я уже психанул, потому что я уже опаздывал, очень долго собирался. И психанул, короче. Я бензопилу не взял и думаю, да нахуй хер. И вот, колуном этим своим физкорсом нарубил, пихту свалил, наполовинил их на брёвна, короче. Сюда припёр. Чтобы вечером вскипятить ведро, нагреть и на костре, и чтобы помыться. Но пока я здесь буду просто ничего не делать. Тут вот, может быть, про быт, быт что-то рассказать, показать. Ну хотя, а, изба. Ну изба, конечно, ужасная. Во всяком случае, мне так показалось. Она уже тут Такая вся. Тут, блядь, холодно. Тут холоднее, чем где-нибудь. Она такая грязноватая, сыроватая. Не очень мне это, конечно, нравится. Спать я, как бы, люблю в относительном комфорте хотя бы спать. Я, может быть, печку сейчас затоплю. Не сейчас или на ночь, не знаю. Чтобы хоть её подсушить как-то, что-то это. Тут вон, бля. Ни хрена себе, тут зазор. Тут прямо зазор. Труба на воздухе висит. Это с чем связано? Ни хрена себе, её так затопишь и сгоришь, тут к чертям. Сейчас я её буду пробовать, что-то делать с ней. Бабочка отожгла. Просто я вот эту крышку подобрал с земли, положил. И бабочка, вот как, прям вот, она будто разбирается. Как она будет выглядеть. Прикольно. Прикольно вообще. Ой, сколько сегодня таких бабочек. Я их огнёвками называю. Сколько я их спас в этом в Таскл-кантре. Ладно, с печью пойду разбираюсь. Ни фига себе прикол. Нашёл вот такой инструмент. Называется черта. Ну, это наверняка он, я точно не уверен. Скорее всего он. Ну, черта, он используется в строительстве. Ну, блин, я к тому, что это доисторическая черта. На самом деле черта нормальная. Она имеет вот здесь карандаш. И она как циркуль такая раздвижная, прикольная, короче. А это древняя-древняя черта. Ни хрена. Ей, наверное, уже сто лет. Вот такими наверняка в древности пользовались. Когда срубы строили. Прикол вообще. Черта, блин. Я тут потихоньку вещи разбираю, чтобы квадр вот сюда вот загнать. Я решил, короче, так. Сегодня я здесь потусуюсь. Сейчас времени пол третьего. Сейчас, наверное, пойду за водой схожу, что-нибудь бахну чаю. Вещи вот так вот все расставил, убрал с квадра. Они в гермомешках, в принципе. Я тут дырку нашел у себя на гермомешке вчера. Почему вода и попала внутрь. Так, тут какую-то поддерживаю, ну, температуру. А-ля костер. Ну, короче, собственно, что стал снимать. Такой прикол. Вот в этой бочке, вот она, вот. В ней хранится овес. Ну, это, видимо, для прикормки скота. Может, каких-то солончаков. А в бочке две мыши. Покончили жизнь самоубийством, так сказать. Переели и померли. Попадали туда. У меня такой уже прецедент был один раз. Они уже окаменелые. Я их доставать не буду. И крупу эту тоже никому бы я не советовал хавать. Ну, короче, у меня ведро с семечками. Я в семечки положил в ведро, чтобы птицам зимой в кормушку. Прихожу, семечки все сожранные и лежит дохлая мышь. Короче, вот эти два мужика, которых я сейчас снимал. Только что один из них вернулся. Кстати, вот. Выпендрюк. Короче, пришел мужик и говорит. Вот, слушай, ты не мог бы съездить туда на способное и сказать, что мы здесь, типа, что мы тут приедем, мы здесь их ждем, сидим. Я что-то согласился, а уже потом сто раз подумал, наверное, ну зря, ну что к чему, там дорога есть, там 8 километров, наверное, минимум идти. Мы могли бы отправиться сами пешком. Ноги есть, все. Ну, странно. Ну, ладно, как бы, раз люди просят в тайге, значит, надо помочь. Короче, сейчас поехал туда. Все вещи прямо здесь оставлю. Минимум возьму только, там, ножик, зажигалку, там, всякую херню и поеду. Короче, это отжиг. Вот это вот они назвали дорогой. Вот это. Вот все заросшее вот такими вот елями, кустарником. Это, блядь, вообще какой-то конец. Как тут можно ехать? Я, короче, остановился, оставил квадр. Вот он стоит. И ну ее нахер, я пойду пешком. Ну, раз я им пообещал что-то сделать, я пойду пешком, короче. Пара часов, я надеюсь, пара-тройка, мне хватит. Правда, вот кончилась эта вода. Ну, может, там будут ручьи какие-то. Я, короче, пойду. Нахер надо ехать на квадре, его тут уматывать, по этим пыльнике рвать. Ну, нахрен. Я такое не люблю, никогда не любил. Пойду пешком. Короче, отжиг продолжается. Я в итоге не стал там оставлять квадр, а решил все просто сделать. Я вернулся назад на избу. Мужикам сказал, что я сейчас, блядь, переоденусь и пойду пешком. Они меня, конечно, стали отговаривать, естественно. Но, налегке-то, я думаю, я смогу быстро пойти. Я сейчас возьму навигатор. Возьму там что-нибудь еще. Наберу воды. Вот, из реки прямо попить. Ну, чтобы совсем уж не обламываться. Короче, все, переодеваюсь. Нормальные штаны одеваю. И валяю. Вы бы шли, может, в избу. Я там макароны выложил. И чай с печеньями. Кто-то подошел, да? А? Нет. Не, я говорю, вы бы шли. Это я там еду оставил. Это самое. Ну, ты чего-чего с ними садишь и приедешь? Ну, я не знаю. Я посмотрел, там примерно не меньше, чем километров 6-8. Смотри, это вот сейчас пойдешь. Я понял, ну, по следу один черт. Где же пошло? Ну. У вас бутылка есть пустая? Я что-то воду забыл, налил, забыл. Пустая. Ну, ладно, может, найду. Ну, я говорю, я там оставил рожки, там все остальное. Спасибо, ладно, ты и так нас на корне. Нет, это жратвы-то немерено. А что вы тут сидите уже целый день? Ну, блин. А там все есть. Все равно туда, если что, ну, подъедем, да и все. Вот так вот. Я такой пеночник, я воду забыл, короче, воду. Воду налил уже в бутылку, все, и забыл ее. Ну, и нахрен, ладно. Нормально. Это я снял в тихушку, чтобы никто не сомневался. Какая рябина. Вообще аж. Аж будто какая-то багровая. А вон там. Там как бы тоже, но не багровая. Короче, дорога. Дорога внезапно стала лучше. Был какой-то перекресток. Я так понял, вот этот адский кустарник, что я показывал. Это была не дорога. Они там пытались на нее попасть, короче. А вот здесь уже вообще халява. Тут на квадре реально в 6 секунд долететь. И так вышло, что я, всем, кого не подозревая, ввязался в замануху. Не, ну а что, почему бы на шару по тайге не повалять вообще? Особенно, если это еще что-то полезное. Я вот сейчас покажу обмундирование. Ремень мой качественный. Как все, я его часто раньше использовал такой. Ножичек на всякий пожарный взял. Мало ли вдруг резать придется кого-нибудь или что-нибудь. Ну и с собой взял навигатор. Если я дойду там, докуда надо, и назад мы на чем-то поедем, я почему-то в этом сильно сомневаюсь. Я заодно трек запишу. Обратной дороги она будет короче. То есть я, значит, сэкономлю батарей, чем пешком валять записывать. Вот. Трава. Трава, бляха-муха выше меня, короче. А если я все-таки завтра ломанусь на Тоскыл, это, наверное, будет абзац, короче. Скорее всего. Ну ладно, в пути всего 20 минут. Пиздец. А? Медведь, медведь. Хоп! Назад идем! Медведь рычал сейчас. Чавкал, рычал. Назад идем! Сука! Сука! Чавкал, чавкал, блядь. Рычит, сука. Я надеюсь, на камеру было слышно. Ни хуя себе жопа! Ни хуя себе! А он, блядь, там через дорогу, я не знаю, фокусироваться, нет? О, блядь! Ой! Сердце в пятки ушло. Он сквозанул прямо при мне. Я видел в кусты. И все, там зашумела, зашумела, зашумела трава. И какие-то звуки такие, типа он... Ну, блядь, слышно наверняка было. Что делать-то, блядь? Так, ладно, буду сейчас думать. И он не убежал куда-то, он там крутился, блядь. Фыркал, чавкал. А потом я стал назад отходить, он, блядь, ко мне приближаться стал по этим кустам. И фыркать, чавкать. Блядь! Ну-ка, морду свою хоть снять. Что у меня сейчас ненормально? Чего-то всегда на мою долю попадает вот такая замануха какая-то. У меня, блядь, только ножик, я даже баллон не взял. Рука трясется, нет? Нет, от того, что вытянутая. Все, жопа, я туда не пойду. Или залезь на дерево и с дерева поорать. Что будет интересно? На дерево ты еще не залезешь, не на все. Это я пиздец, я скажу. Блядь, ощущения просто нереальные. Сорваться, бежать, охота. Сильная охота. Сорваться, когда он тебя не видит, ты где-то там, а ты его слышишь, хочется. Прямо я чуть не побежал, реально. Я чуть не развернулся. И прямо, все, у меня прям пятки. Я прям чувствовал пятки, как я им сейчас поебашу, побегу. Это вообще что-то с чем-то. Я вот с места до сих пор не сходил, покричал сейчас раза три. О, нет, все, я уверен, что каждый побежит на моем месте. Это все, теперь точно это надо знать железно. Что бежать, ты захочешь бежать, нельзя бежать. Надо, не знаю. Я сейчас попробую подойти. Может быть они там оттуда поразбежались. Там может эта мамаша какая, кого отгоняла. Сейчас я чуть-чуть пройду. Мне же надо идти. То, что он не напал, это уже хорошо. Унеслись уже, надеюсь. Наверное, с выводком были. Хоп! Все, у меня теперь как отрезало. Не хочу туда идти. Что-то где-то еще вот сейчас слышал опять. Все, бля, не хочу. Не пускает меня туда что-то. Не могу я идти. Хотя бы баллон бы мне. Шоу! Ой, как я ссу. Не то, чтобы ссу. Я просто, бля, адски опасаюсь. Все, пизда. Точно опять слышал. Он там рычит, бля, сидит. Ну и нахуй эту миссию. Все, сваливаю. Спиной ухожу так постепенно. Он такой, вау! Вот так вот дебанул. Все, пизду. Все, иду назад. Все, короче, я уже на избе сижу. Уже 50 раз, наверное, пересмотрел этот фрагмент. Да, там отчетливо слышно, ништяк. В видосе все будет хорошо видать. Мужикам пришел, рассказал, показал. Они такие, ну да, такие, бля, да, жопая. Но это маневры. Она, видимо, отпугивает там от кого-то. Или от добычи, или от медвежат. Такое ощущение, что там, вот она направо юркнула. Бегала, орала. А слева там еще. Я когда, я такой, а? А, типа. Я услышал, будто кто-то крикнул, типа, что-то, типа, эй, типа, вот так. Или Андрей, что-то, вот такое вот. Вот. И вот я вот это, как бы, ну, ну, вот будет, было в видео, там, вот этот фрагмент. Типа, а? Это мне показалось, что кто-то, а, крикнул. А это вот она пискнула, рявкнула. Причем с левой стороны. А она потом начала носиться вдоль дороги по правой, вот ко мне ближе, метров пятьдесят, обратно. Уже по другой стороне. То есть он там не один. Это, короче, видимо, мамаша с медвежатами. Потому что я потом, когда туда прошел, там опять этот рёв, этот, ой, блядь, ужас, это ужас, это ужас. Как хорошо, что я хожу, кричу. Это значит, что я хотя бы раньше их, раньше, ну, предупреждение, скажем так, им будет меня пугать или мне их слышать. Пусть всякое мудачье, конченное, говорит, что я хожу как пугало по лесу и ору. Но зато я не такой долбоеб и зато я живой. Как некоторые. Позаботился, еще немного дров притащил. Свалил тонкую пихту, небольшую, расколол и вот оно стоит ведро на костре, стоит хреново, но подогреться оно сможет. Вода, во всяком случае, уже не такая ледяная. То есть здесь, здесь не очень условия для этого, тут нормально не повесишь, там палка поперечная прогорелая, на рогатулинах не удастся, да и слишком высоко. Сейчас я пообливаюсь, сполоснусь. Что-то запись прекращается, какая-то новая, новая приколюха. Слышно технику, шумит, видимо, едет обратно, ну, за теми мужиками, короче. Они, я так понял, уехали куда-то там на Способный, там все разошлись, вот эти двое ребят плутанули и вышли вот здесь, переночевав где-то в тайге. И вот туда-обратно, им было тяжело валять, и они такие, мол, ну, типа ты можешь съездить там на квадрике, там в 6 секунд проскочишь, как бы вот в чём была замануха. Ну, они как бы сгоняли. Вон, слышно гудение от 6-го. Как раз там, через Медвежье, это место. Короче, такой отжиг. В итоге все приехали. Я вот туда, куда ходил, к мужикам на поворот, до туда дошёл, подъехали три чувака на квадрах, на двух полярисах и к шестом ЦФ. Ну, прикольно, короче, там пообщались. Я вот тут мусор решил дожечь за ним. Ну, как бы, пообщались, прикольно, естественно, все были удивлены, короче. Ну, я, а, я ж поглазел, как 66-й, там такой острый угол, ему надо было вот этот острый угол проехать. Бля, как он месец, 66-й, это, конечно, вообще тема. Бля, такая легенда, как он там вот так вот, ну, не, он просто охренел. Современно, короче, очень эффектно. И вот, кашу мне, короче, организовали. Гречневую кашу. Ну, это, конечно, шляпа, скорее всего, я такое вообще, если честно, не очень люблю. Но, чтобы свои продукты сэкономить, потому что у меня всего две банки тушенки осталось. Вот макарон немного и, наверное, несколько пакетов каши. Мне, конечно, этого хватит. Ну, я что, на халяву, можно сказать, замутил тушенки. Ну, вот. Ну, нормально всё. Всё, уже закат. 19.35. Чё-то поперхнулся пеплом. Классный вид, кстати, вот такой сейчас. Сейчас обязательно вот это вот сделаю вот так. Снимок. Всё, буду потихоньку чинь жопу мять. Сейчас избу затоплю, там как-то сыро, стрёмно, мерзко сейчас буду топить. Вот так со стороны выглядит изба, с такой, как-то сказочно дымящей трубой, как в сказках, как в мультиках, как в рисунках, дети рисуют дым из трубы. Ну, и мой кострища. Ну, постепенно уже всё вечереет. Здесь мне, конечно, жутко. Не так, как в Тоскали Кантре. Ну, всё. На костре подогревается улыбающаяся каша. Котелок. Зачем я его кипячу, не знаю. Просто кипячу, есть возможность. Мне вот Андрей сказал, что тут немерено дров сухих. Поэтому печь у меня вообще не горит. Те дрова, что есть в печи, у печи там лежат, они вообще никаким образом гореть не собираются. Они вятхлые, дряхлые, сырые. Никаких других дров нет. Бензопилы у меня тоже нет. Тут есть одна обычная пила. Ручная. Она говёная, она вообще ничего не пилит. Она старая. Она такая же примерно, как вот эта цепь. Сейчас покажу цепь. Вот футболка у меня уже сушится. А вот цепь висит. Вот. Вот пила примерно такая же. Она уже окаменела. Ну, всё, короче. Времени 20-15. Отдыхаем. Я сильно ошибался насчет каши. Она вполне себе, вполне реально, вполне съедобная оказалась. Даже с каким-то лёгким привкусом мяса. Наверное, я не вошёл, но это не страшно, зато каша вошла. Я расколол сейчас чурку одну. Ну, полено в избе. Ну, короче, сделал всё, что мог. Если сейчас не получится, не загорит. Буду спать так в избе. Она сырая, правда, вонючая и какая-то не очень комфортная. Я вот за время пребывания на этой избе, если не посидею, то я точно потеряю сколько-то гадков. Это какой-то конец, блядь. Это, я говорю, это абзац. Ну, уж вообще не думал-то, не гадал, что здесь может быть какая-то жопа. Только что, что-то тут стал вещи убирать в квадок. И вон там. Такое интенсивное шуршание, шуршание, шуршание. Я сразу, как только это слышу, автоматически начинаю орать. Оп! Всё, я баллон сразу схватил. Это вообще жопа какая-то. Костёр, как назло, ещё сдал тоже. Печку затопить не удалось. Я ещё здесь тихо сижу, практически помалкиваю. Это они... Вот я не люблю вот такие темы. Вот они наверняка здесь те люди, кто здесь бывает. Они оставляют после себя кучу жрачки, прочего. И сюда все потом прутся. Как люди выезжают, все сюда прутся. Я уверен. Поэтому вообще вот от таких мест, я так короче уже понял, лучше держаться подальше от всяких этих изб, зимовий. Потому что зверё оно здесь приучено к этому, ко всему. И можно нарваться. Только потому, потому что близко к человеку вот ты находишься. Ну то есть ты сам близко у тех мест, где люди, мудаки, здесь расплодили. Я конечно не уверен, что я так, но я верю своим пока ушам, своим глазам. Это вообще абзац. Чувствую, я наверное и ссать даже не буду из избы ночи выходить, потому что это будет конец. Короче, фотик я убрал сначала, а теперь точно знаю, что его далеко убирать не буду. Хотя ночью мне ничего не поможет уже, если я даже снимать буду. сумерки сильные. Я конечно ссу уже. Вот сейчас реально палево. Реальное палево. Потому что ночь долгая, сделать будет практически ничего нельзя. Даже выйти нельзя из неё, из избы. В общем, я не знаю как. Видимо, каким-то чудом удалось вроде бы как-то затопить эту печь. Видно плохо. Точнее не видно. Реально она горит уже минут 7-10 сырыми дровами. Я использовал последнюю бересту, скажем так. Типа, ну думаю, я был уверен, что она не загорит. Понапихал там бересты как-то что-то. И она вроде бы начала гореть. Это вообще какая-то сказка. 21.43. Я сейчас попробую ещё как-то подложить. Переживёт она подкладку эту или нет. Она не очень вроде бы интенсивно горит. Но тепло уже чувствуется. Я вон там снаружи своими штанами вентиляционное отверстие заткнул. Но здесь всё равно щелей предостаточно. Вот. Всё, сейчас уже здесь вот плесень. Короче, я на потолке увидел вон там адовую белую плесень. Ой, если честно, здесь мерзко и очково как-то ночевать из-за этого, из-за всего. Ладно. Сейчас уже буду спать. Костёр там хорошо поддаёт. Уже себе постелил. Ещё не ложился. Ну, кстати, присылал мне с тем же фильтром, что я когда-то показывал. Фильтр Кот-1 прислал товарищ. Благодарный зритель, скажем так, инкогнито пожелал остаться. Прислал мне ещё вот такую штуку. Плохо, наверное, с фокусом. Ну, короче, это что-то типа, типа палатки. Только спальник. Типа палатки. Во-первых, тепло держит внутри. Во-вторых, не промокает. Ну, и вроде как по типу, ну, типа паропроницаем. А я сижу и смотрю завтрашний маршрут. Вот эти люди мне рассказали, что есть якобы дорога, которая выходит на Казанку, вот на эту мою речку, где я сейчас нахожусь, выше. Значительно выше. Вот там, где меня медведь сегодня пугал, вот там надо будет проехать. А потом выехать на эту же Казанку, только гораздо выше. И это мне сэкономит несколько часов пути. То есть, там дотаскало до его вершины, уже будет поближе. Вот я думаю, завтра так и сделать. Не пешком отсюда валять, а уехать туда. Наконец-то батарейка замигала. А уехать туда и оттуда уже взойти. Вот. Печь пока горит, но она что-то адски чадит. Дым, короче, здесь, коромыслом. Я вентиляционное отверстие ототкнул, про которое говорил, что заткнул его. Я его ототкнул от греха подальше, чтобы хоть не задохнуться в случае чего. И то, мне кажется, гарантии никакой. Короче, ужас. Ну, в общем, все, сейчас буду потихонечку спать ложиться. Я хотел просто дождаться в туалет, когда я захочу, после огромной кружки чая. Вот сырые дарова, вот относительно сухие я тут выложил. То есть, захотел дождаться, когда захочу в туалет, чтобы в туалет сходить и спать ложиться. Но что-то походу не дождусь, наверное, так лягу. Ну, все, завтра уже только что-нибудь расскажу. Сейчас пойду еще костер засвечу, что там с ним. Посмотрим. Шпарит. Блядь, кажется, на улице теплее, чем в избе. Костерчик шпарит. Все нормально. С фокусом вообще жопа полная, естественно. Квадр в глазки отсвечивают. Ну, все, уже половина одиннадцатого. Кромешная тьма. Естественно, ничего не видать. Жутко, конечно, что-то я сегодня перебрал с ужасами, со всякими. Мне теперь палево даже в избе быть. Она же такая вонючая, сыростью. Реально, как в подвале сидишь. Ладно, до завтра. Утро таки наступило. И меня никто не съел за ночь. Вообще, все было нормально, вроде бы. О, да, изба ужасная. Не хочу больше здесь ночевать. Это гниль на потолке. Это ужас вообще какой-то. Это вонь страшная. Я уже потом в спальник дышал. Конечно, он, наверное, из-за этого мог оцелевать легко. Кстати, вот ловушка на медведя я поставил. Я это сделал на случай того, что если он здесь пойдет, он из-за нее запнется, и она палка упадет и ударит по ведру. Вот так. Я сто пудов бы это услышал и сразу бы там меры принимал по устранению медведя. Все, короче, жопу не мну. А, времени? Что-то я, короче, кое-как засыпал, кое-как просыпался. 8.39. 8.39. Сейчас я костер потухший развожу, что-нибудь сварю, попью и попру на квадре, короче, туда, где чуваки мне вчера дорогу, о которой рассказали. Итак, обзор тушенки. Около обзор. Вот это вот я еще не пробовал. Осталось вот это и в круглой, большой банке. Те предыдущие, одна наша, одна там что-то, я уже забыл какая. Короче, не важно, ну, про тушенку это тупо, короче, я не буду. Открываю банки, естественно, американская открывашка, еще раз говорю. Почему американская? Все мне там компостируют мозг, потому что, ну, говорят, вот это русская, там в сухих пайках, там она продается, то есть все. Я ее никогда, нигде не видел в России, купить ее не мог. Я знал о ее существовании, но купить ее нигде достать я не мог. Там какие-то американцы, эти сухие пайки, лезть это какой-то бредятина, я таким не занимаюсь, я сам себе делаю сухие пайки. Фух, блин. Вот. Собственно, короче, вот про открывашку залечил, я просто объясняю, почему, почему американская, там все брызжут, как бы, всем, всем не нравится, что я называю американская. Ну, если я только там ее нашел, только там ее смог купить и вообще найти. Потом, ликопластырь, вот этот, от мозолей, это единственный ликопластырь, который стоит покупать от мозолей, реально говорю. Компит, ну, видно, да? Он там, ой, рука уже стекла, он там разных размеров, бывает, наверное, потому что здесь написано, что это средний. Если это средний, а нет, это даже малый. Если это малый, то, наверное, существуют еще какие-то другие. Короче, я так скажу, это реально вторая кожа. Я еще с самых первых походов с ними ходил и я вот когда, даже про этот ликопластырь, я, наверное, много раз говорил. И вот по лэпе, когда шел, в самом начале похода, ногу стер до талого, потом его приклеил, а вспомнил о нем снимать, только вспомнил, что он есть, короче, только тогда, когда снял носок, начал мыть ноги, и такой, что это тут такое? А тут ликопластырь, короче, прилип. Это уже было после похода, задолго, там в Кемерово через сутки. Вот. Так, и что-то еще я хотел обзор. Так, ну ладно, ликопластырь, открывашка и тушенка. Все, в принципе, больше ничего. Да, это просто, это обязательно, каждый походник, вот это, я серьезно говорю, это прям панацея. Он дорогой, относительно, но что значит дорогой? Для похода, разве может быть что-то дорогое? Вот, гречка вот с молоком, молоко длительного хранения, но я его уже вскрыл, оно быстро испортится. С костром у меня что-то в этот раз как-то не вышло, хотя вода на чай уже закипела. Все, я хаваю, во времени 9.50. Натаскал, пойду, взял с собой вообще только самое нужное. Исключительно там будут кроссы, что-то там еще по мелочи, буквально перекусы, все, ни спальник, ничего тяжелого, я не попру. Квадр уже заправил. Все, доехал, доехал до вчерашнего Михаила Михайловича. Вот, это прямая, на которой я уже тут очковал. Не знаю, балансы белого, прочее, не ловится. Что, поеду, проеду, прям так попробую, но с камерой, вдруг там опять это самое. ни следов, ничего не видать. Непонятно, конечно, не увижу ничего. Вчерашнее Медвежье место пройдено благополучно, вообще без каких-то намеков на Михаила Михайловича. Я тут прямо у дороги увидел кислицу, вообще никак не смог остановиться. остановиться. Но остановился. Она уже не такая кислая, как Ад. Она уже мягче, то есть она уже более зрелая. Очень охрененная. Прямо нереальная кислица. Квадр месяц, еду порой боком, очень круто. Среди потрясающей информативности леса. Ну то есть куча деталей, просто конец хрень, что разглядишь. Я увидел шурф. Старый, видимо, древний какой-то шурф по пути. Я вот поел горы, кислица здесь ее немерено, я уже поел. То есть вот на фоне леса обвал крутой. Здесь, видимо, был какой-то глубокий, что ли, шурф или шахта. Туда все съехало, ссыпалось еще вдобавок. Довольно жуткая тема. В районе Приискового, когда я ходил по Киев, поход я такое встречал. Только там он был как-то посвежее, травы было меньше, видимо, это был северный склон. Вот. А дорога тем временем уже свернула снова в сторону этой казанки. Трек пишу, ништяк, потом обязательно его буду смотреть по картам, гугл и так далее. Около часа еду. Короче, куда-то я приехал, небольшая поляна, брошенная бутылка была. Ну вот зачем надо было бросать здесь мусор? Ничего не понимаю. Почему-то совсем не соображают люди. Это что, какая-то ячейка мозга, что ли, отсутствует за то, чтобы стараться не мусорить? Нигде, ни дома, ни в городе, нигде. Странно. Короче, до таскала что-то 6 с чем-то километров напрямую. Я на берегу казанки. Все, оставляю квадр. Беру рюкзак, просто и валю. Единственное, что я решил не брать энцефалитку новую свою. Я не хочу ее обкатывать по той простой причине, что сейчас очень жарко. Я пойду просто вот так в этих же росомаховских штанах в кобре и просто без футболки, без всего. Ну, если будет тягостно, я одену футболку. А пока, пока как бы выхожу, посмотрю, как оно получится. Ну, 6 километров не так уж и много до вершины. Ледяной, ледяной. Буквально в 10-15 метрах от квадра ручей течет, приток Казанки. Он безымянный, но он очень холодный. Я прямо аж руки ломит сразу. Стоит его только вот задеть. Реально. Он прям как... Есть обжигающие горячие вещи, а есть обжигающие холодные. Ой, вообще жуть сразу аж. Класс. Все, только вышло, стартанул секундомер. Справа шумит река, причем как-то сильно страшно шумит. Судя по всему, вот здесь ночевали эти мужики. Судя по их рассказу, о, нихрена, здесь какие-то эти жерди, горбылины. Здесь что-то было. Я нашел здесь дерево, пиленное, бензопилой, видимо, или чем-то вон, пень от него. Плюс вот это пиленное. То есть здесь когда-то что-то добывалось, ну, видимо, или лесозаготовители, или еще что. Все, берег Казанки. Я подумал, что фотки я, наверное, буду делать мало. Хотя бы потому, что я достаточно публикую видеоинформации. Да, неплохо, неплохо. Казанка течет, она стаскала, ее верховье там. Сейчас как-то или вдоль берега, или как я пойду, не знаю. Посмотрю, они, может, тропу здесь протоптали какую. Казанка. Здесь неплохая стояночка. Тут УДО прикольное место. Неплохое, мне нравится. Ну вот, тут натоптана. Не знаю, зачем эти люди здесь были. Я особо спрашивать не стал. Я думаю, такие вещи не каждый хочет рассказывать, для чего он куда приехал. Для меня по боку. Там все истоптанно, и схожи. Но это может звери. Я сегодня буду орать каждые 15 секунд, чтобы не встретиться ни с кем. Как вчера. Вчера, между прочим, я же тоже кричал, поэтому так и получилось, что он достаточно издалека начал меня гонять. Ну, прикольно. Тут жерди прям, прикол вообще. Ну, не жерди, а рейки. И вон тропочка куда-то пошла. Это ж надо. Шишку нашел. Небольшую, целую шишечку. Ну, не знаю, здесь, здесь поблизости кедров нет. Ну, то есть, это ни с него, ни с кедра она упала. Ее отсюда принесло. Просто вот здесь, в камнях. Сейчас ее буду шелкать идти. Вот так прям вверх по речке пойду. Сейчас вот здесь попробую, потом вон там, там, а может где в лес уйду. Даже представить сложно. Вот, вот там ручей. Просто откуда-то бьет ручей сквозь лес. Вот здесь тоже. Меня здесь уже не будет. Я уже буду когда-то черт знает где. А здесь все так же будет продолжаться. Все. Вот то, что нас тут нет, не значит, что этого нет. Ну, я к тому, что охрененно вечная жизнь вот здесь. А мы не то, чтобы тут даже не вечные. Я вот тут только, можно сказать, несколько минут здесь нахожусь в своей жизни. Абзац вообще. Абзац. Везде шурфы там по берегу, по всему. Старые, старые. Казанка вообще вся изрыта. Стою на сплошном терриконе, можно сказать. Ну, или что это, или отвал. Вид, конечно, у него классный. Прям такие каменищи, каменищи адские навалено. То есть, он довольно глубокий здесь, крутой вон, высота. Да, тропинку я уже, короче, потерял. Она, наверное, где-то по лесу сейчас пошла, что ли. Свершилось чудо, реальное чудо. Я нашел черемшу. Она уже старая, жесткая. Уже половина в дудку ушла. Но она вида не изменила. Она уже как солома. Но она очень классная. Она даже желтеет. уже класс. Вообще, да, родной вкус. Классный. Я тут иду полу по тропе, полу не тропе. Везде шурфы. Здесь шурфовка вообще сплошная, кругом. Потом обливаюсь. Иду мало еще в 40 минут. Примерно час пути и нашел первую чернику. Здесь крутой, крутой, крутой обрыв. И над обрывом идет тропа. Мне интересно, это животная тропа или ее люди натоптали и вот с годами ее поддерживают, помнят. Вот не знаю. Первая черника я еще не пробовал. Сейчас попробуем. Да, вкус хороший. Еще не доспела. Не сладкая. Ну, как бы какая-то, но не то, чтобы там она не очень. Ну, зирана. Она вон еще такая. Розоватая. Она может и раньше была, но я пока не встречал. Вот первый раз. Не, ну вот как здесь мимо пройти? Мимо пройти реально невозможно. Я уже наелся реально. Но не могу все равно пройти хавую. В принципе, неподготовленным организмом жрать много кислится нельзя. Ну, вообще, с любой ягодой, любой зелени может плохо кончиться. Но я хаваю. Я хаваю всегда много. На самом деле кислицу еще можно использовать, чтобы руки от смолы оттереть. Вот рука вся в смоле. Берешь там кислицу, пачку и трешь ее, смываешь. Смываешь его, смолы нет. Такие дела. Поэтому я весь без смолы хожу. Казанка. Казалось бы, малоизвестная речка. Многие вообще, наверное, ее не знают. У меня что-то ползет по пояснице. Сейчас буду снимать, смотреть. Да. Конечно, охерительно. Вот они все такие. Семена. Семечки. Вот здесь я кайфовое место нашел, реально. Тут еще тенек. Солнце еще не вышло из-за ивы. И бревно прямо очень удобное. Если я еще назад, когда пойду, если пойду, конечно, если дойду, я здесь привал устрою. Плохенько, но все же видно. Один из ледников таскыло отсюда. Сейчас приблизить попробую. Вон он за пихтами, его склон. Значит, здесь в лоб его брать очень сложно. Он очень крутой. Я думаю, это в принципе не стоит того. Поэтому я сейчас чуть подальше пройду вот здесь. И вот туда, вот слева вот от этой вершинки, вон туда, там перед Кривуном, перед ручьем, наверное, попробую подняться. То он тоже относительно крутой, но короткий. А потом по этому перевальчику, перевальчику. Ну сейчас я там дальше по карте посмотрю, как там что по высотам. Я иногда нахожу эту тропку. Вот она опять. Это эти люди, видимо, вчерашние шли. Я то ее, блин, теряю, то нахожу. И сейчас вот она вдоль берега Казанки. Вон, наверное, вон там пойду. Плешинка. Я, короче, уже минут 15 не могу уйти с одного места. Тут все в зарослях черники. У меня и рот, наверное, уже черный, и губы, и морда. И руки точно. Она здесь классная. Реально. Много-много ее. Вон она. Минут 15 уже время теряю. Не думал, что в этом году черники смогу поесть. У меня было на нее планов. Нашел стан старый, видимо, прошлогодний. Банки из-под тушенки. Кострича два. Одно уже зарастать начало. Ну, то есть, не в этом году был стан. И не этих моих знакомых, ну, знакомых мужиков, другие какие-то люди были. На берегу Казанки. Прекрасной, красивой реки. И вот здесь мне уже, наверное, скоро надо будет сруливать в тайгу. Ну, точнее, на хребет, вон туда, где-то, вон туда. Не знаю, тропа, это куда идет. Может быть, они так же шли. По идее, здравый смысл, он у всех один. То есть, там, туда надо. Вот. Сейчас 46 всего в пути. Какая-то голова у меня такая, какая-то странная. Будто обносит ее все время. Недавно это началось. Ручей Кривун. Вероятно, это он, если я не ошибаюсь. Ну, примерно он должен быть. Падает в эту самую реку. Сейчас перейдем. Но я думаю, переходить не буду. Какой мне смысл туда херачить, херачить, херачить. Там черт знает как. Я вот сейчас здесь, понад Кривуном, попробую подняться. Вот она, опять тропа. Я ее снова терял, опять же нашел. Люди куда-то туда пошли. Ну, я сейчас еще карту посмотрю. Но я не думаю, что там хороший вариант. Там где-то сучья хрустели. Не раз. Я обошел типа стороной это место. Ладно, 1.54 всего в пути. форсированному подъему постоянно что-то мешает. В этом случае это малина. Поднимаюсь вдоль Кривуна. И вот мне кажется, самое правильное ему название это не Кривун, а Ревун. Он так рвет вообще конец. Он прямо сейчас маленечко вот... Такой хребет небольшой. Видимо, звук как-то отражает. Он не такой. А там ажгула, шарев. Реально жуть. Постоянно что-то ем. Постоянно. Голову смочил. Кстати, да, прическа была у меня немного не классическая. Малина. А, что забавно, здесь все такое низкорослое. Вон туда, это вверх. Вот сейчас я горизонталь выдерживаю. То есть там подъем неплохой. Ну реально очень круто. Вот. И все здесь такое низкорослое. Даже малинка буквально по колено рос там чуть ниже может быть. Чуть выше точнее. Все здесь такое. Вон. Ее здесь много. Но это садовая, не садовая. она червивая в большинстве. То есть там вот. Ну, вид и шик. Два часа в пути. Очень затягиваю сегодня маршрут. Надо уже спешить. Фух. Короче, валяю. Это, конечно, что-то жуть. Я воды не набрал. Я не знаю. Я говорил, нет. Я что-то все думал, что укривуна, а укривуна, а укривуна не набрал. И потом азимут врубил и пошел. Вот сейчас иду по азимуту. Ну, примерно 85 градусов должно быть азимут. Тогда я выйду удачно на плата относительная. И по нему уже дальше натаскал там, как по дороге. Воды не набрал. Какая-то бредятина. Ну, я не знаю. Надеюсь, обернусь быстро и перебьюсь какое-то время. Хотя под градом, конечно, здесь подъем вот примерно, наверное, где-то типа того. Что-то. Ой, ладно, с резкостью не хочу заморачиваться. Уже я что-то это... Я истекаю потным. Жарко. Очень жарко. Если бы я пошел в энцефалит, я бы, наверное, уже точно кони двинул. Малина постоянная. Не могу ее проходить. Постоянно хочется ее жрать. Вон оно. Небо. Небо. Гора заканчивается и впереди небо. Это значит, что куда-то я хотя бы уже подхожу. Может, там дальше будут какие-то виражи, повороты. Еще подъемы. Но сейчас хотя бы это место меня радует. Что будет там через минуту, я не знаю. Плевать. Зато мне сейчас зашибись, что там может плоскач какой. Я был прав. Хребет. Хребет. Вот оно уже. Спуск вот здесь. За ним пошел. Ни хрена здесь место сказочное. Просто нереальное. Вообще капец. Вот здесь такое ощущение, что уже осень. А что, все правильно? Это же практически, что? Практически северная сторона. Скажем так. Ну, то есть, север, короче, вон там. Сейчас. Вот. Компас, если так посмотреть, примерно вон он. Оттуда же все. С севера, ветра, все оттуда и прет. Здесь очень удобно. Вот можно посидеть. я смотрю. Я-то не буду, конечно, сидеть, но если бы я с кем-то был, прямо какой-то пуп. Здесь уже вон листва, зеленые, что-то. А, это не листва. Это эти листья просто. Сейчас я посмотрю, что за пик у меня здесь. Хрен пройдешь, что-то какой-то абзац. Я, конечно, потом по-страшному обливаюсь. Вот у меня компас в левой руке. Резкость хрен настроишь. Или настроишь. Настроишь. Опа. Еще раз настроилось. Ништяк. Ну ладно, сейчас я тогда доберусь до края и посмотрю, что там. Да там ничего особенного. Там то, что я уже видел и не раз. Просто еще хрен доберешься до сюда. Опа. Опа. Ништяк. Ну вот так все это и выглядит. Где-то вон там, наверное, изба на Казанке где-то вон там. Там же где-то Эквадор. 2 часа 9 минут времени и 2.26 я в пути. В принципе, не быстро, конечно, не медленно. Так, а что, я сейчас вот здесь, наверное, и попру. Вот здесь вроде как можно по-лучшему там пройти. В рябине все, капец, ягоды немерено. Такое ощущение, что чем выше высота, тем малиновые черви больше обламываются и отказываются от ягоды. Она здесь почти не червивая. Я ее иду закидываю, вообще такой кайф прям реально. Ладно, сейчас сверяюсь где что и дальше. Тоскал за спиной. Короче, все, абзац, как всегда, начался. Без него видимо никуда и никогда. Залез на адские какие-то камни, обходил папоротник, так долбанулся ногой, короче, вот примерно вот этим местом прямо шагал, вышагивал, рвал папоротник, чтобы шагнуть и как врезался в этот самый, в какое-то поваленное дерево. Прямо очень неудачно как-то в болевую точку какую-то попал. Что-то аж поплохело, аж затошнило, короче. Ну, бывает же, вот слышно, как орёт крутой или как там кривой, кривой. Камни, кедры, сейчас надо где-то их спуститься, обойти, мне ещё метров 800 до этого плата валить. Там вообще какая-то крутня неимоверная. Вон там, если посмотреть, абзац какой-то. Вон он, похоже, один из ледников, с которого начало берёт кривой. это он. Так. Неплохо, неплохо, да, класс. Только во впадине в этой остался он с водой вместе. Чую я, наверное, ни хера, мне не удастся нигде напиться. рябина на его фоне. 2.46 в пути уже иду, слегка превозмогаю. Это огромная трава, кусты, вот эти пошли адские, вообще непролазные абсолютно. Уже что-то меня измучили, вообще очень сильно измучили. Короче, вот, вон он таскал справа, а я, я сейчас попру, собственно, вот здесь пройду, вот здесь, вот на ту гору, вон туда, и уже с той горы, якобы, уже там чуть ли не как по шоссе можно будет валять. Я что-то сильно сомневаюсь, мне страшно туда смотреть, реально. Это ужас какой-то. Мне бы сейчас хотя бы литр воды бы был, такой был бы кайф. Я сейчас туда упрусь, но хотя не так уж и далеко, но кустарник, я говорю, здесь невозможно идти вообще. Только что я напился вот из этой лужи, вот из этой лужицы, какая-то проступает здесь вода. С помощью фильтра я напился, а вон рука даже еще грязная опирался на землю. Не то, чтобы напился, но что-то попил сколько-то. Сейчас еще наверное попью чуток. Буквально чуть дальше, где пил из лужи, ручей, набрал полторашку воды, сгущенки сейчас напился и водой сейчас запью, съем еще пару сушек. В принципе, такая подпитка кратковременно что-то даст. Ручеек так себе, холоднющий, бежит. Надо спешить, потому что если я буду идти 4 часа, это будет в 8 часов я только назад вернусь. Это очень поздно, там уже смеркаться, начнет опять звери, все повылазят. Надо спешить. Я уже сейчас снимать не буду, пока не выйду на плату Актоскелу. Это катастрофа. Я залез вот в этот березняк и уже хер знает сколько по нему иду. Здесь вообще идти невозможно. Я ничего не понял. Должен он был быть у меня на пути, не должен был. Там где-то что-то уже шумело. Какой-то конец. Вообще здесь невозможно пролазить. И как его уже куда от него скрыться, я не знаю. Вот березняк. Это эти танцующие березы сраные. Ой, обратную дорогу надо как-то будет по-другому. Я уже очкую, что я затемно могу вернуться, но я пока еще пойду, хотя бы до 4-х, еще минут 40 пойду. А потом, что бы ни случилось, я возвращаюсь назад. Вот вид с какой-то горыского какого-то перешейка мне вон туда натаскнул. Это куда-то в сторону Белогорска, судя по всему, вид, в сторону. Да, наверное, я толком не знаю. Не могу сейчас ничего понять. Ориентироваться времени совсем нет. А вон там Дедова гора наверное торчит. Самая дальняя, нет, не знаю. Но тут опять это я куда-то маленечко на другую сторону перешел. Здесь вроде полегче идти, но вообще жопа полная, конечно, невозможно. Вот поэтому сейчас еще немного у меня времени есть, пройду полчаса. Короче, я лошара. Идти примерно по карте, если километраж точный посмотреть, но не меньше часа, это 100%, не меньше часа. Туда, соответственно, обратно. Короче, я прикинул, если я сейчас еще даже плюс час буду ходить, то я скорее всего вернусь в 9.30. Ну, это так грубый такой расчет. Вон она, не макушка, а одна из макушек. Макушка еще вон там. В 9.30, короче, а закат в 8.30. То есть уже через час после заката я приду только к квадру. Это пиздец, короче, это вообще жопа, блядь, что я так поздно вышел? Я два с половиной километра, потому что чисто навигатор показывает мне до макушки этого самого. Но я, блядь, вот по такому это вообще конец. Это, блядь, тушите свет. Да это вообще нереал. Я говорю, это как минимум на час. Потом еще час назад. Ой, ее по мать. Чего же я так завстрял-то? Какого ж хрена-то, а? И че вы? Ну, короче, я назад сейчас пойду. Блядь, назад идти не менее увлекательно, чем вперед, это вообще конец. Я думаю, даже сейчас еще раз внимательно сел, посчитал. Это выходит, в 10 часов я вернусь. В 10 часов это уже конец. Я не вернусь в 10. Если я пойду в таких условиях, я не вернусь. Там потому что где-нибудь расшибешься или кто-нибудь сожрет, это 100%. Я назад пошел. Блядь, конечно, это такая пенка. Я так думал, я был уверен, что это так просто попасть туда без проблем каких-либо. буквально метнуться по-быстрому, сгонять. Ох, как я ошибался. Я думаю, что я неудачную дорогу выбрал просто. Вот этот подъем он меня убил. Реально. А вот если бы я, может быть, по самой речке пошел, я бы ту же работу проделал, что сейчас и уже бы был, возможно, там. да, это Дедово, я думаю. Дедова гора, вот это. Ну а что, по фоткам же. Понятно, у него там типа нос, там еще что-то. А вон там справа от нее где-то даже вершину Юзика, мне кажется, я только что видел, ну похожую. А там же где-то долина Урюпа, вот там, где я в походы ходил. Так, а сколько там Азимут-то? А, я убрал компас. Да, ну хер на него. Строго на север, что ли? Нет, нет, там на восток Белогорск. Ладно, это все лирика. Я просто еще сниму эти виды, блядь, замечательные, которые я ни хрена толком не посмотрел. Да, это какой-то абзац. Это очень оказалось долго. Это очень долго оказалось. Люди мне еще вчера говорили, да ты там сузь бегаешь, да и все. Да, блядь, сбегаю. Видимо, не в этот раз. Ну и ладно, я вообще не собирался идти на Тоскыл, я собирался пойти и показать людям Тоскыл Кантри, какая-то, блядь, тема, как здесь можно встрять, вот как я сейчас встрял, например. Вот. То есть Тоскыл Кантри была основная цель. А вон, кстати, ледники Тоскильские, отсюда видать. Похеру, конечно, уже. Что показывать то, что уже я все равно как бы просрал. Вот. Короче, спуск уже по этой травянистой хрине. Я что-то адски переживаю все-таки, что я так просрал. Наверное, единственную из немногих возможностей сгонять на Тоскыл. Ну ничего, зато буду отдыхать, как все нормальные люди. в Тоскыл Кантри сегодня, если доберусь, успею. Баню, может быть, там организую или мне организуют, там как получится. По-человечески, вон, дрозд полетел. Тоскыл, как бы, да. Ну, на самом деле, я туда говорю, не сильно-то не собирался. Ну, с другой стороны, как бы так показательно было бы посетить. Люди туда на квадроциклах заезжали, а я пешком не дошел. Ну, это пиздец. Ну, и ночевать просто. Я не собирался. Желаний у меня абсолютно нет никакого там ночевать. Потому что, ой-ой-ой, ой, где-то что-то рявкает, гавкает. Чувствую сейчас, вчерашняя история повторится. Просто не собирался я ночевать. У меня была цель сегодня вечером в Тоскиле быть. В Тоскыл Кантри. То ли лисички, то ли нет. То ли ложные. Я их особо не разбираю с них. Хрен их знает вообще какие-то. Ну-ка. Ну, вроде грибом пахнут. Каемочки никакой нет. Я грибы не сильно люблю. Нифига. На самом деле, это довольно редкая тема лисички. Я, короче, сейчас иду. У меня давай ноги хватать. Сводить. Я как-то на гонке на одну ехал. У меня свело обе ноги полностью целиком. Вот эти. На велике. Я просто упал на обочину и лежал, орал, короче. Так что, это вообще жопа. Орал от боли, потому что там полностью вот эти все квадрицепсы или как там их. Короче, все эти мышцы, полностью все ноги. Нога целиком была прямая, как палка. И адская боль, короче. Ну, из-за этого. И минуты 4-5 я лежал вопил. Короче, всякое бывает. Ну, я сейчас перешагивал какую-то херовину и ногу так сжал, как-то адски. Согнул ее, как дернуло. Первая ласточка. Ручей вот здесь. Какой-то хрен знает, что за ручей. Я иду, все, до сих пор, короче, страдаю в трансе. И пиздец, как будто высота не снижается. Я вот как шел, так и иду. Где-то там еще внизу вижу эти кучи елок. Вон они, вон там. Я, блядь, будто стою на месте. С чем это связано? А время-то идет. А, хотя я 40 минут всего лишь иду назад. Ну, короче, уже надо... Меня просто взбесило, и у меня уже нет настроения идти. Вот эти вот херни, короче, вот эти, вот, сыпятся. И, блядь, они и так уже надоели. Ее идешь, качнешь, она на голову, вон она, вон она, везде. Везде она обсыпается. Или вот, крестовик, во. Крестовик, вот он сейчас в позе стоит. Он пытается на меня напасть. Во. Во. О, бля. Даже крестовики здесь против меня. Я говорю, вообще жопа. Я сразу стал хандрить, когда понял, что все, я не успеваю, никуда не попадаю. Просто вообще сразу ноги начались, вот эти дергания, все такое. Ладно, надоело уже снимать, пока до квадро не доберусь, не буду. Сел допить сгущенку, остатки, и поймал кое-кого. Лягушенцию мелкую. А сегодня еще одну видел на избе, на казанке. Только большую. Ну, давай, дуй. Мелочь. Мелочь. О. Короче, все, на речке уже сижу. Блядь, такая жопа, что-то. Так грущусь. Здесь отсюда смотрю туда, натоскыл. Ой, бля, лягушку бы не растоптать. Вон она. Отсюда смотрю, да тут рукой подать. Ну, вон. Как бы, да, если вот так посмотреть, бах, тырс. Вон она. Вот здесь вот так навскидку километра четыре, наверное. Три может быть. Вот так. Ну, не знаю. Я, короче, просто понял, что это моя недоработка. Я ни хрена толком ничего не узнал. Вообще, ничего не просчитывал и попер. Ну, ладно. Это не цель. Цель была залечить затоскал кантри. Мне, чертовски, он нравится. поэтому мне охота была об этом рассказать. и это самое, штаны. Штаны вообще угандошил. Совсем. О, зелень. Теперь у них естественный весной цвет. Да. Сгущенку допил. Думаю, каша может сварить. Да, что-то уже так лень. Так, лягушенцы, а ты где? Короче, посижу сейчас минут 10. Сгущенка пусть провалится. Дальше попру. Вот из всего похода мне понравилось вот только вот это место. Реально. Вот я на нем что-то сидел, то ли точил, то ли сгущенку, то ли что. Или просто пил. А, из фильтра. Не помню. Я, короче, здесь сидел. Я сейчас тут еще минут 10 посидел, покайфовал. Вот, блин, реально единственное место, которое мне прям вот по душе здесь. Вот с чем это связано, я не знаю. Вроде и не страшно, нигде не было почти ничего. Но после вчерашнего медведя, конечно, очко, очково, как бы, почаще. Ну, вот это классное место. Вон он, таскыл. Мать его. Во, как он должен выглядеть был. Четыре, ой, 1500 метров всего. Ну, он прикольный. А я, в свою очередь, вот так вот стою посреди реки. Там река и там. А тропа вон там. Вон. 5.40 я уже в пути. Уже, конечно, немножечко поднадоело. Подутомился я. все, квадр. Квадр. В пути был 6.25 в целом. По километражу будет все ясно. Потом, сейчас здесь вот в ручье, который я первым делом переходил, вот он прекрасный чистый ручей. Набираю в нем водички, умываюсь. Воды возьму на всякие пожарные, на дорогу. Дорога не близкая от это Скелл Кантри. Наверное, с часа полтора, с час может быть. Но я сюда, я же еду медленно, аккуратно. Как бы технику очень я жалею свою. Она у меня единственная. Вот. И все, в путь. Короче, сижу уже в Таскл Кантри. Разобрал вещи, все выложил. Минут 30 назад приехал. Уже смиркается совсем. Пью пепси углеводов по-быстрому закидываю. И радуюсь, что как хорошо, что все закончилось. Показал мужику видео. Изобразил, как фыркала эта штука. Он подтвердил, что это был медведь. Это была медведица с медвежатами. Это как бы я уже точно понял. Квадр. Вот. Сейчас вода в бане согреется. Пойду в баню. В общем, сижу сейчас, отдыхаю. Молока там уже попил. Нога вот сильно болит в том месте, где я долбанулся об дерево. Прямо вот эта вот мышца, вот эта вот часть очень сильно болит. Что-то прямо, наверное, синяк будет адский. Вот. Короче, нормально все. Субтитры создавал DimaTorzok